Сынок, у тебя с головой все в порядке. Барышня? Я до сих пор не определился. Тоже жертва рекламы. А потом съедаешь своего начальника. Сергей, хотели бы вы клонировать себя, чтобы один Сергей жил на Бали, а другой вкалывал в Москве? Прям вкалывал в Москве? Нет, чтоб вкалывал не хочу. Ну... Да нет, все равно, если клон, то в таком случае ты же не чувствуешь то, что он чувствует. Если клонировать, то только для того, чтобы людям побольше было чего хорошего. А так нет. А где бы находился, на Бали или в Москве, я до сих пор не определился. Часть времени здесь, часть времени там. Ну, как-то так. Вы создаете впечатление человека, который не ассоциируется с каким-то брендом. Для вас лично важно имя бренда при выборе чего-либо? Одежды, машины, школы, танцы, рестораны? Бренд... Ну, наверное, это как рекомендация. То есть, и когда много хороших людей говорит о том, что вот это, ну, хороший ресторан, или вот это, хорошее это, в таком случае, да, наверное, ты на автомате начинаешь это делать. Я думаю, то, что здесь скорее не степень важности, то, что я этому прям очень сильно уделяю внимание, это важно. Скорее, это... Я тоже жертва рекламы. Да, и сто раз сказали то, что это хорошо, наверное, это хорошо. Пойду куплю. Если бы вы были неодушевленным предметом, то предметом такого бренда вы были бы? О, это я уже давно придумал. Разумеется, доска серферская. Но только деревянные, они не ломаются. Это хорошие доски. Можно ли сказать, что семья – это тоже своего рода франшиза? Уместны ли вообще такие сравнения? Ну, насчет уместности – это вопрос любого и каждого. То есть, ну, кому-то уместно, кому-то неуместно. Семья, франшиза, как-то сложно. Скорее, филиал, корпорация. Ну, в зависимости от того, что за семья. Представьте, что вы глава мафии в Италии. Какие принципы были бы созданы для всех, кто в вашей мафии, и какие заветы? Ну, наверное, принцип самый первый – не изобретай велосипед. Потому что в мафии давным-давно принципы уже созданы. И очень-очень простые, да. Вход в рубль, выход два. Не знаю. Или что там. Если врешь – будь краток. Хорошая книжка «Менеджер мафии». Там все описано. Чем выше сидит бабуин, тем больше видна его лысая задница. Например. Все уже создано. Надо брать и пользоваться. Если бы вам сказали, завтра открывай бесплатно любую точку по французе, какую бы вы выбрали для себя? Я бы сказал, завтра СВЭЛ пришел, да. И у меня люди. Надо ими заниматься. Завтра не могу. Позвоните как-нибудь. Если бы ваш сын сказал, придя домой, папа, я стал чьим-то франшайзе, о чем бы вы его спросили в первую очередь? Да. Я бы спросил, сынок, у тебя с головой все в порядке? Ты не можешь вспомнить, чьим франшайзе ты стал. В первую очередь, чьим-то. Я бы с ума. Какой вопрос, такой ответ? Какой совет дадите юношам, которые хотят быстро разбогатеть, создав свою франшизу, не имея опыта? Продолжайте хотеть, но только, наверное, спуститесь на землю и идите учиться, да. Ну, во всяком случае, как создавать франшизу, не имея опыта, если есть таковые. Или пойти в какую-нибудь франшизу работать. Съедаешь кухню, а потом съедаешь своего начальника. Ну, образно. Могут ли барышни работать в системе франшизинга? Есть ли среди ваших знакомых такие? Или они созданы для чего-то другого? Барышни. Ну, есть барышни те, которые работают в системе франшизинга, есть те, которые созданы для чего-то другого. Это разные барышни. Разумеется, есть. Барышни, предприниматели целая куча. И не обязательно во франшизинге. Просто любой франшизинг, ну, это просто как одна из систем предпринимательства и так далее. Человеку необходимо всем этим заниматься. Есть те, которые предрасположены им нормально. Есть те, которые, ну да, скорее созданы для чего-то другого. Потому что, ну, не предпринимательское мышление. В принципе, равно, как и мужчины. Мужчины тоже такие есть. Ну, человек-артист, он, из него коммерсант никакой. Такое бывает. Доверяете ли вы каким-то рейтингам? Например, рейтингам бизнес-тренеров? Как повысить объективность любого рейтинга? Ну, конкретно бизнес-тренеров рейтинг там, где первый, второй, третий. Нет, скорее в этом плане то, что какое-то количество людей, которые давно в теме, и там ты смотришь на стабильность результата. То есть, если человек востребован достаточно долго на рынке, скорее всего, он хорошо делает свое дело. Рейтинг бизнес-тренеров, ну... Я, скажем так, обращу на это внимание, но в любом случае пропущу это через свои какие-то фильтры. То, что я о человеке знаю, что мне говорят люди и так далее. И в любом случае ты оцениваешь людей по тому, что ты видел самостоятельно. Поэтому рейтингами, когда у тебя нет выбора, ну, разумеется, ты, наверное, будешь ориентироваться на эти вещи. Да, но лучше пропускать это через себя. Это к вопросу о том, каким образом объективно что-то там сделать. Объективно что значит? Все мы субъективны, и для кого-то этот рейтинг или этот тренер будет там зайдет круто-круто-круто, а для кого-то вообще никак, потому что они были, допустим, там на разных тренингах. Не, очень сложно. Как повысить объективность? Нет, в данном случае инструмента я не вижу, потому что огромное количество критериев, по которым можно измерять. Я бы не стал измерять. Я, скорее, здесь доверился бы такой... Наверное, остров приучил. Ощущения. Вот ты смотришь на то, что человек делает, что ты посмотрел в ютубе, что о нем там говорят, отзывы и так далее. И уже по ощущениям ты приблизительно понимаешь, да, какое место, скажем так, в твоей жизни, или насколько ты мог бы там доверять этому человеку. Ну да, остров приучил. Как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует...